Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторына. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписаны, рекомендуем подписаться. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля, в том числе и обзора на машины, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей в БУ в виде, рассматривая их на подъемнике. В нашем сегодняшнем обзоре речь пойдет про автомобиль достаточно редкого уже нынче вида. Это полноприводный высокий большой универсал. Этот автомобиль вы, скорее всего, будете рассматривать в качестве варианта именно под подобные критерии. Вдобавок, данная машина на авторичном рынке весьма широко представлена, причем как влево, так и в праворульном исполнении. В следующие несколько минут нашего обзора мы посмотрим, что представляет собой этот автомобиль внешне, заглянем в багажник, в салон, а также немного затронем техническую составляющую из разряда, про что нужно знать, выбирая подобную модель. Встречайте, Subaru Outback, четвертое поколение, кузов BR. Outback четвертого поколения в кузове BR появился в далеком уже 2009 году. Эта модель продолжала выпускаться по 2015 год, 6 лет, что достаточно неплохой срок по нынешним современным меркам. Рестайлингу автомобиль подвергли на рубеже 2012-2013 годов выпуска. Машина выпускалась на несколько рынков одновременно. Его предлагали на рынках Европы, Соединенных Штатов Америки и Японии, конечно же. По типу привода никаких вариантов не было, только 4WD. Но производитель предлагал три варианта коробок передач, в зависимости от выбранного вами мотора, а также два варианта двигателей. Купить этот автомобиль с младшим 2,5-литровым мотором вы могли как с механической, так и с вариаторной коробкой передач. Ну а версии с максимальным двигателем объемом 3,6 литра комплектовались уже обычным гидромеханическим автоматом. Про агрегаты подробнее поговорим чуть позже. Ну а наш сегодняшний экземпляр – это 2011 год выпуска. До рестайлинга 2,5 литра под капотом, 167 лошадиных сил и вариаторная трансмиссия. При смене поколений Subaru Outback значительно прибавил в габаритных размерах. Теперь они составляют 4,77 м в длину, 1,82 м в ширину и 1,60 м в высоту. При этом дорожный просвет у автомобиля практически 21 см. А колесная база также увеличилась и теперь составляет 2,74 м. Так что универсал этот получился действительно полноразмерным. Что касается кузова в плане толщины и качества лакокрасочного покрытия, то окрашен Outback стандартно. Толщина ЛКП в данном случае это 90-140 микрон. Плюс-минус на погрешность измерения. Не отличается лакокрасочное покрытие и какой-либо особой прочностью. Как, впрочем, особой хлипкостью. Все как у всех. Машины, которые часто эксплуатируются на трассе, конечно же, ловят сколы. И, несмотря на то, что в отличие от моделей некоторых других автопроизводителей Outback в БР-кузове не торопится сразу же покрываться рыжим налетом или рыжими точками, все же с подлечиванием возникших сколов лучше сильно не затягивать. А при осмотре понравившегося экземпляра обязательно осматривайте автомобиль на подъемнике. Чаще прочего на этих машинах попадается начальная коррозия, например, на нижних кромках дверей с внутренней стороны. Не лишний будет осмотреть и подкапотное пространство не только на наличие следов ремонта, но также и на наличие появляющихся очагов коррозии. Конечно же, смотрите, район задних арок, а также днище автомобиля, особенно в его задней части. У БР-кузовов все обстоит не столь трагично, как у предшественников более возрастных кузовов типа БЛБП. Но, тем не менее, бдительность терять не стоит. Ну а обзор, собственно говоря, салона автомобиля мы начнем, конечно же, с осмотра багажника. Тем более, что это универсал и универсал полноразмерный. По сравнению с большинством кроссоверов, выполненных именно в таком форм-факторе, а не легковых универсалов, у Аутбека багажник не очень большой в том, что касается высоты. Порядка 75 сантиметров. Ширина проема по нижней части это 110-111 сантиметров. В его более узкой части. Ну а длина погрузочной площадки при поднятых спинках задних сидений составляет порядка 102 сантиметров. В принципе, это очень немало. При поднятых спинках задних сидений объем багажника составляет порядка 948 литров. А при сложенных увеличивается до 1700 с небольшим. Под полом в данном случае у нас находится докатка, а также штатный инструмент. Особо глубоким этот под пол не назовешь, ну а по бокам присутствуют отформованные из пенопласта ниши, куда можно положить что-то либо очень необъемное, а вообще это предусмотренные конструкции места под штатный инструмент. Из удобств в багажнике можно отметить плафончик освещения на потолке, а также, собственно говоря, ручки складывания спинок задних сидений. Складывается все это дело в пропорции 1 треть к 2 третьим. И при сложенных сидениях вы можете загрузить сюда достаточно длинный груз до спинки переднего сидения. В этом случае получится больше чем 1,90-193 сантиметра, если быть точным. Ну а максимальная длина того, что можно увести здесь, если располагать груз продольно, и при этом фактически упереть его в панель приборов, это порядка 2 метров 70 сантиметров. Что касается салона, очень многие владельцы этих аутбеков отмечали более дешевый и жесткий пластик передней панели. И это действительно так. Пластик в данном случае, конечно, уже не тот, что был в предыдущих генерациях в кузове БП. Но при этом салон значительно увеличился в размерах, по крайней мере чисто субъективно. Да и сидеть здесь удобно. В нашей комплектации водительское кресло оснащено электрическими регулировками. И диапазон этих регулировок здесь весьма и весьма немаленький. Сказывается изначальная ориентация данной модели на американский рынок, где по традиции любят все просторное и большое. При максимально отодвинутом назад сидении, если еще и опустить подушку в самый низ, то есть высвободить еще немного пространства для ног, я прекращаю дотягиваться своей левой ногой до пола. Так что человеку высокого роста за рулем Subaru Outback всяко-разно удастся подобрать для себя оптимальную посадку. Особенно с учетом того, что не только сидение, но и рулевая колонка в данном случае имеет регулировки, причем в весьма широком диапазоне, как по наклону, так и по вылету. Само рулевое колесо достаточно небольшого диаметра, трехспицевое, очень удобно лежит в руках. На руле расположены клавиши управления мультимедийной системой, телефоном, а также круиз-контроль в блоке кнопок справа. С левой стороны на дверной карте мы видим клавиши памяти сидений. Здесь, естественно, полный электропакет, но только водительское стекло имеет автоматический режим работы. Клавиши подогрева в сидении на два положения. Высокая или низкая степень нагрева у нас расположена на центральном тоннеле. Клавиши управления двухзонным климат-контролем также под рукой. Они различимы тактильно даже на ощупь, не глядя на них, за что компании Subaru большой плюс на самом деле. И присутствует бокс в центральном подлокотнике с двойным, что называется, дном. То есть, в принципе, в дальней дороге в этом автомобиле сидеть должно быть крайне удобно. Стоит также отметить, что, несмотря на заокеанскую ориентированность этой модели изначально, сидения здесь не по-американски плоские и мягкие, а в меру упругие и при этом хорошо держат корпус. В поворотах, благодаря наличию боковой поддержки. По части подстаканников и ниш для хранения дела обстоят следующим образом. Два подстаканника у нас есть в центральном боксе. Есть также довольно-таки неглубокий перчаточный ящик в подлокотнике. Присутствует ниша с крышечкой, но в данном случае уже довольно глубокая, куда можно положить какую-то мелочевку на передней панели. И бардачок, впрочем, не слишком вместительный. Также в дверных картах присутствует карман и передняя часть этого кармана отформована под подстаканник или под бутыльник, так лучше выразиться. С обзорностью у аутбека в БР-кузове все в полном порядке. Здесь, несмотря на широкие стойки, обзорность отличная. Капот, кстати, в отличие от большинства современных автомобилей, здесь не невидимка, как это принято. Габариты автомобиля очень хорошо ощущаются. Большим плюсом также будут и довольно-таки большие по площади боковые зеркала, что значительно облегчает маневрирование в городском потоке. Ну а теперь давайте посмотрим, что происходит на заднем сидении. Что касается пространства на заднем диване. Само собой разумеется, при достаточно длинной колесной базе пространство для ног здесь более чем. Я сижу сейчас сам за собой при росте 1,86 м и до коленок порядка 8 или 9 см от спинки сидения. По части удобств для задних пассажиров картина следующая. Отдельные дефлекторы системы вентиляции в центральном боксе. Здесь присутствуют у нас подстаканники, вернее подбутыльники в дверных картах, а также два подстаканника с фиксаторами в центральном подлокотнике, который, кстати, весьма широкий. Его ширина на вскидку порядка 25 см точно. И задние пассажиры аутбека могут регулировать угол наклона спинки сидения. В дальней дороге вы можете запросто откинуться, причем угол, на который вы можете откинуться, на самом деле весьма и весьма немаленький. Так что, если вы собираетесь ехать на БР-кузове в дальнюю дорогу в путешествие, то, в принципе, сзади вы не будете чувствовать себя обделенным. Что касается содержимого подкапотного пространства БР-кузова, в данном случае эти автомобили могли комплектоваться только двумя вариантами моторов. 2,5 литра на 167 лошадиных сил и 3,6 литра на 249 лошадей, если говорить про версию для российского рынка, заточенную под наши налоговые реалии. Младший двигатель 2,5 литра это EJ253, 4-цилиндровый оппозитник, который уходит своими корнями вглубь времен. Конечно, под капотом БР-кузова оказалась уже модернизированная версия EJ, но, тем не менее, мотор это по конструктиву, особенно если его сравнивать с большинством вариантов на современных автомобилях, даже на современниках БР-кузова, весьма и весьма незатейливый. У этого двигателя всего по одному распредвалу на каждую голову, то есть это схема SOH, Single Overhead Cam Shaft. В данном случае привод ГРМ ременной, ремень требует замены раз в 100 тысяч километров пробега по регламенту, но мы бы рекомендовали до этих цифр не дотягивать и все-таки контролировать состояние ремня ГРМ при каждом ТО. Благо, сделать это в данном случае будет несложно, достаточно открутить всего несколько болтов и заглянуть под пластиковую переднюю крышку. На этой версии 253 ЕДЖ, или ЕЖА, как его еще принято называть, стоит уже пластиковый впускной коллектор и электронная дроссельная заслонка. Однако, каких-либо заморочек по части экологии, либо топливной системы здесь нет. Отсюда в целом и ресурс. Атмосферный, слабо форсированный 2,5-литровый ЕДЖ 253 способен будет в умелых руках отбегать за 300 тысяч километров пробега. Самое главное, о чем стоит помнить, эксплуатируя подобный автомобиль, что для данных двигателей очень и очень губителен перегрев. Поэтому, за частотой радиаторов системы охлаждения и за ее работоспособностью в целом, при эксплуатации отбека следует следить особо внимательно. По сути дела, если вы смотрите для себя машину с подобным двигателем, то вам необходимо будет проконтролировать мотор на два основных аспекта. Первое, это отсутствие посторонних звуков при работе, особенно при запуске на холодную, хотя, справедливости ради, нужно отметить, что атмосферные версии ЕДЖ 253 не особо часто огорчают своих владельцев стуком пресловутого четвертого цилиндра. Это все-таки больше относится к более нагруженным турбовариантам. Ну и второй момент, это отсутствие течи масла. А мест, где оно здесь может подтекать, достаточно. Помимо традиционных сальника коленчатого вала заднего, так называемого коренного и сальников распредвалов, в данном случае нужно также обратить внимание при осмотре машины снизу на отсутствие следов течи масла по клапанным крышкам и особенно по стыку головок блока цилиндров с самим блоком. Обилие масляных соплей снизу в данном случае может свидетельствовать о перегреве двигателя и, как следствие, о необходимости в скором времени заняться его переборкой. С разбором, шлифовкой привалочных плоскостей, заменой прокладок ГБЦ, ну и вполне возможно, что и колец тоже, раз уж в любом случае разобрали движок. Что касается расхода масла на угар, то на этих двухстоналитровых двигателях он, как правило, появляется либо к очень большим пробегам, либо все же на перегретых предварительно агрегатах. Второй, больший по объему агрегат, это EZ36D. Данный двигатель представляет собой также оппозитник, но уже с шестью цилиндрами. Привод ГРМ уже не ременный, а цепной, причем цепей там три. Нельзя сказать, что ресурс их какой-то особо маленький, но на пробегах свыше 200-250 тысяч километров владельцы данных автомобилей могут столкнуться с необходимостью поменять цепи по причине растяжения одной из них. EZ36 более сложный по конструктиву мотор. Здесь присутствуют и муфты-фазовращатели системы АВЦС, которые помимо собственной работоспособности могут также служить источником масляных течей. Здесь уже по два распредвала на каждую голову, а вот гидрокомпенсаторов по-прежнему нет. 249 до налоговых лошадиных сил и 350 ньютонометров крутящего это хорошее подспорье, которое позволяет разгонять немаленький универсал до первой сотни за 7,5 секунд. Расплатой за это в данном случае будет более высокий расход топлива, и если аутбек на вариаторе на двухсполовинчатом моторе в городском цикле летом реально способен укладываться в отметку 11-12 литров на сотку, то с мотором 3,6 эти цифры конечно же будут повыше. Также после 200 тысяч километров EZ36 может потреблять масло на угар. Он также точно не любит перегрева, как и его младший двухсполнилитровый собрат более старой серии, так что раз в год по-прежнему рекомендуется чистить радиаторы охлаждения. Точно также необходимо смотреть, чтобы оппозитная шестерка не текла маслом по стыкам головок блока цилиндров самим блоком прокладки клапанных крышек, все так же как и на четырехцилиндровом оппозитнике. Но имейте в виду, что EZ36, в отличие от EZ30 своего предшественника трехлитрового более старого варианта, достаточно дорого стоит при покупке на вторичном рынке в бывом виде, поскольку любой ремонт либо замена двигателя в данном случае обойдутся несоизмеримо дороже. В правильных руках ресурс оппозитной шестерки весьма немаленький и способен перевалить за 300-320 тысяч километров, особенно если речь идет про трассовую эксплуатацию. Что касается коробок передач и полного привода, на аутбеках в БР-кузове вы могли встретиться с одной из трех разновидностей КПП. Механика на шесть ступеней агрегатировалась с 2,5-литровым атмосферным агрегатом. Вопросов к надежности этой коробки по большому счету нет, разве что на очень больших пробегах может не отличаться большой четкостью включения сам механизм. При покупке аутбека с механикой поинтересуйтесь у предыдущего собственника, как давно он менял сцепление, поскольку в нынешних реалиях его замена вряд ли обойдется дешевле, чем в 50 тысяч рублей. Ну а что касается полного привода, то на автомобилях с механической КПП привод постоянный полный, дополнительно оснащенный вискомуфтой в блокировке межосевого дифференциала. Так что по части проходимости аутбек на МКПП это, пожалуй, самое то. И если вы смотрите автомобиль, на котором вы в основном планируете передвигаться либо по трассе, либо все же по бездорожью куда-то на нем выезжать, вылазить, то рекомендуем присмотреться именно к автомобилям с механической трансмиссией. В случае с вариаторной коробкой, которая также агрегатировалась с двухсполовенчатым мотором, то трансмиссия в данном случае носит индекс TR690. Вариатор этот сам по себе неплохой, но на автомобилях ранних серий встречалась пара проблем. Первая была связана с соленоидами в гидроблоке, которые к пробегам 150-180 тысяч километров могли начать сбоить. И причина здесь крылась скорее не в эксплуатации автомобиля, а банально в причине выхода из строя самих электромагнитных клапанов. Правда, были владельцы, кто не занимался заменой всего гидроблока в сборе, а обращался к специалистам за ремонтом этих самых соленоидов. Ну а вторая проблема на ранних сериях подобных трансмиссий была связана с износом подшипника скольжения втулки гидротрансформатора. В данном случае проблема проявляла себя следующим образом. При износе втулки появлялся люфт, вал перекашивался и бублик иногда клинил. По симптоматике это очень похоже на остановку с невыжатым сцеплением на машине с механической коробкой, в результате которой глохнет двигатель. Так вот, симптом похожий. Лечится это все заменой втулки на латунную, как правило, но сопряжено с демонтажом гидротрансформатора и его последующей разборкой. Однако с большой долей вероятности в условиях, когда пробег большинства данных автомобилей уже перевалил за 200 тысяч километров, подобную процедуру кто-то из предыдущих собственников уже наверняка проделал. В остальном же продлить жизнь вариаторной коробки на аутбеке поможет регулярная замена масла, интервал замены раз в 40 тысяч километров и соответственно не забывайте менять фильтр. Что касается типа привода, то вариаторный аутбек будет иметь преимущественно переднеприводный характер. Перекидка момента на заднюю ось в данном случае будет осуществляться при помощи блокировки многодисковой муфты. Сама муфта здесь довольно-таки долговечная, поскольку выполнена она в одном корпусе с коробкой и имеет принудительное охлаждение вместе с КПП. Ну а если вы смотрите автомобиль с максимальным мотором 3.6, то на нем будет стоять классический гидромеханический автомат и такие машины будут демонстрировать больше заднеприводные повадки, поскольку большая часть крутящего момента в обычном режиме у них уходит на заднюю ось. По надежности к пятиступенечным коробкам на БР кузове больших вопросов в общем-то нет, кроме случаев, когда необходимо обслужить гидроблок. Данные трансмиссии также будут требовать замены рабочей жидкости, но интервал здесь побольше, где-то раз в 60-80 тысяч километров в зависимости от режима эксплуатации. Ну и некоторые владельцы подобных машин дополнительно обеспечивали свои трансмиссии охлаждением, устанавливая дополнительные радиаторы, термостата и так далее. Но если вы эксплуатируете подобный автомобиль преимущественно в нормальных условиях, не используете его для езды по сильно пересеченной местности, то есть не буксуете постоянно, а также не имеете привычки ездить по загородным трассам на скоростях далеко за пределами разрешенных лимитов, скорее всего и штатная система охлаждения автомата вам должно хватить. В целом ресурс как вариатора, так и автомата, тем более на аутбеках весьма и весьма немаленький. При должном уходе эти коробки спокойно разменяют рубеж в 250, а то и 300 тысяч километров. Что касается подвески аутбека в кузове BR, то спереди у нас здесь Макферсон, а сзади многорычажка. Это в том, что касается конструктива. Подвеска на аутбеке получилась довольно-таки сбалансированной по части комфорт-управляемость. Она достаточно энергоем и позволяет с достаточным комфортом перемещаться по дорогам с различным типом покрытия и качеством оного. Что касается дорожного просвета, то в данном случае самая низкая точка это, пожалуй, защита и передний подрамник. От земли до них порядка 20 сантиметров. Бампера, пороги и так далее находятся на куда более высоком уровне, порядка 24 сантиметров. Фактически на большинстве машин брызговики являются низкой точкой за колесом, но и здесь до него порядка 21 сантиметра. Так что с дорожным просветом аутбека BR все обстоит очень и очень даже неплохо. Что касается ресурса компонентов подвески, рейка здесь электрическая, соответственно никаких протечек, а также проблем со шлангами гидроусилителя здесь быть не может по определению. Но имейте в виду, что на аутбеках в этой генерации рейка также не отличалась изначально каким-то суперогромным ресурсом и постукивать она могла начать уже на довольно-таки небольших пробегах, порядка 70 тысяч километров. Но к чести конструктора в данном случае, как правило, проблема крылась в небольшой пружинке с поджимным башмачком внутри. И данные детали можно купить отдельно, соответственно рейку можно разобрать, заменить это дело и таким образом убрать возникший люфт, победив стук на довольно-таки продолжительное время. В передней подвеске аутбека к расходникам можно отнести, пожалуй, втулки стабилизатора около 40 тысяч километров до замены. Следом стойки стабилизатора, которые ходят чуть подольше. Ну а все остальное, как то шаровые опоры, сами амортизаторы и так далее, спокойно выдерживает за 100 тысяч километров. Несмотря на то, что аутбеки в данной генерации не имеют ярко выраженных и супер характерных для них проблем с приводами, на всякий пожарный, на тест-драйве убедитесь в отсутствии лишних вибраций. Что касается задней подвески, в данном случае у нас рычаги и, соответственно, селинблоков достаточное количество. Чаще прочего сталкиваются владельцы аутбеков с необходимостью замены плавающих селинблоков. Опять же, после пробегов в 120 тысяч километров где-то втулки заднего стабилизатора, стоечки также можно отнести к расходным материалам, но детали эти копеечные. Плюс на аутбеках этой генерации меняется все это дело элементарно. Ну а самая дорогая часть задней подвески аутбека, если она еще не была превентивно заменена предыдущим хозяином на более простой вариант, это стойки. В данном случае они регулируемые и их задача поддерживать дорожный просвет одинаковым, независимо от нагрузки автомобиля. В случае, если эти стойки отправятся на замену, счет за ремонт будет довольно внушительным, поэтому встречаются в природе автомобили, где предыдущие собственники поменяли стойку и пружину, соответственно, на обычный вариант. По компонентам полного привода у этих машин все обстоит хорошо в плане надежности, но при осмотре на всякий пожарный обратите внимание на отсутствие лишних люфтов, как по крестовинам кардана, так, например, и по шлицевым соединениям. Проконтролируйте исправность подвесного подшипника, ну и также убедитесь в отсутствии течей по сальникам заднего редуктора. Таким мы увидели в общих чертах Subaru Outback 2011 года с мотором 2,5 литра и вариаторной коробкой передач. По большому счету в этом автомобиле нет ничего такого сверхъестественного, чтобы делало покупку этого авто какой-то запредельно нерациональной. Если вы сможете отыскать для себя подобный автомобиль в живом ухоженном состоянии, то и служить вам она будет долго и исправно. При наличии большого просторного салона и столь же немаленького багажника, достойного дорожного просвета, эта машина позволяет чувствовать себя комфортно также на трассе. Иными словами, сочетает в себе плюсы высокого кроссовера и обычного легкового авто. Наш сегодняшний обзор на этом завершается. Если он вам понравился или оказался в чем-то полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас добыть и отснять. Также, если у вас был или есть до сих пор аутбэк в БР-кузове, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, вам есть в чем нас поправить, чем нас дополнить, обязательно пишите все это в комментарии, ведь людям, выбирающим себе подобную машину, именно ваш комментарий поможет сделать правильный выбор. Спасибо за просмотр и хорошего вам дня. До новых встреч на канале. Пока.